Добрый день, друзья! Вы знаете, сегодня настоящая революция происходит на рынке инвестиций. Сегодня каждый человек может спокойно прийти и за 5 секунд купить или продать ту или иную ценную бумагу, войти на этот рынок. Все очень просто. Много приложений, банки, инвестиционные компании предлагают массу вариантов. Хочешь – нажимай на кнопки сам, хочешь – отдай деньги в доверительное управление. Легкость. Легкость. Основная проблема и, может быть, достоинство современной жизни – это легкость. Произошла та революция, которая началась еще давно, несколько десятков лет назад. Начало этой революции положил Чарльз Шваб, который создал совершенно уникальную компанию. Эта компания, по сути своей, произвела демократическую революцию на рынке финансовых инструментов. Если до этого, это было лет 50 примерно назад, было очень сложно войти на рынок инвестиций. Это все-таки было некое элитарное общество. И входной билет был достаточно большой, да и работали там профессионалы. Чарльз Шваб создал настоящую демократическую революцию. Он дал возможность миллионам людей приобщиться к этому рынку. Однако жизнь не стоит на месте. Методы торговли, способы вхождения на рынок, они постоянно совершенствуются. И сегодня мы берем обычный и простой телефон, и через него мы можем делать абсолютно все. Есть различные приложения, банки нам все, что нужно, предлагают. Все очень просто. За этой легкостью кроется огромная проблема. Тысячи, сотни тысяч и миллионы людей начинают превращать этот мир, мир инвестиций, в мир казино. Но люди не понимают ни основ этого рынка, ни как он работает. В этом беда. Поэтому прежде чем входить в этот мир, необходимо для начала досконально разобраться, что же происходит там. Для того, чтобы принимать решения, во-первых, самостоятельно. Во-вторых, очень взвешенно. Ну и в-третьих, применяя все те знания, которые существуют в мире. Мы подготовили для вас достаточно интересный продукт. Марафон. В течение 10 дней вы будете получать очень интересную, очень конкретную, практическую информацию. Я буду делать каждый день ролики, в которых буду описывать, что происходит, о чем мы с вами говорим. Вы сможете их прослушивать, читать. А после этого делать домашние задания и через вот этот механизм достаточно глубоко вникать в то, что, собственно говоря, происходит. Я не ставил себе задачу делать этот курс для продвинутых юзеров. Извините за такое выражение. Я захотел сделать так, чтобы это был вроде бы с одной стороны курс начальных знаний. Но бывают начальные знания и бывают другие начальные знания. Можно вскользь о чем-то поговорить и вы вроде как все понимаете. Можно копнуть вещи достаточно глубоко. Вот у нас задача. С одной стороны это будет курс для того, чтобы понять, что происходит на рынке, какие есть инструменты. С другой стороны достаточно глубоко понять, а как этими инструментами можно пользоваться. То есть я постараюсь вам дать с одной стороны глубокое понимание этого инструментария, а с другой стороны механизмы и способы использования этого инструментария. Какие темы будут освещаться в течение этого марафона? Достаточно тем много. Прежде всего мы поговорим об акциях с точки зрения того, все-таки что это такое. Ну, казалось бы, понятно, акция, спекулятивный инструмент. Торгуй, купил за 10, продал за 20, на те 2% и живем, как говорится. Нет, в действительности все не так. Чтобы глубоко понимать акции, надо глубоко понимать природу компании. Надо глубоко понимать денежные потоки, которые существуют в этой компании. Понимать их бизнес. Мы научим вас читать балансы. Мы расскажем вам, какие методы оценки компании бывают. И как вы можете эти методы применить самостоятельно. Кроме того, мы поговорим с вами очень серьезно и глубоко о дивидендах. Что такое дивиденды, как они выплачиваются, как можно заработать на выплате дивидендов. Вы думаете, это ерунда? Нет. Это целый бизнес, очень интересный. Дело в том, что бывает x-day, день после которого происходит отсечка. Бывают возможности заработать на гэпе, а бывают невозможности. Бывают ситуации, когда вы получаете и дивиденд, и рост цены. Мы расскажем достаточно подробно, как это делать. Какие механизмы существуют. Вообще, как этим пользоваться. Мы очень серьезно поговорим про деривативы. Прежде всего, о фьючерсах. Многие люди торгуют фьючерсами и залетают. Не понимая, что есть какие-то определенные правила, и кроме дисциплины, психологии, чего угодно, и спекуляции. Вообще-то фьючерсы – это инструмент хеджирования, инструмент страхования. Как делать страхование? Какими законами пользоваться? Самое главное, как работает временная составляющая. Мы это не учитываем, а напрасно. Какие еще есть деривативы? Ну и, естественно, друзья, рынок облигаций, мир облигаций. Вообще нет ничего сложнее мира облигаций. По большому счету, облигация – это что? Долговой инструмент. Казалось бы, все просто. Вот консервативный понятный инструмент – сидим, получаем свои купоны и радуемся жизни. Нет, друзья, все гораздо интереснее. В действительности на облигациях можно зарабатывать. И зарабатывать очень серьезные деньги. Смотрите, последние события. Снизили процентные ставки, но в результате кризиса мы находим огромное количество облигаций, дающие вполне неплохие купоны, хорошую доходность к погашению. Ну, например, тот же Боинг, который недавно разместил свои облигации с погашением в 1950 году. Теперь очень интересный вопрос. Как влияет инфляция на то, что будет происходить с облигациями? Точнее, как влияют инфляционные ожидания? Как влияет процентная ставка? Мы сделали предположение о том, что, очевидно, инфляционные ожидания будут гораздо меньше, чем то, что говорили ранее. То есть, напечатали деньги, ужас, ужас, сейчас пойдет инфляция. Нет, все немножко не так. Сделав это предположение, мы купили облигации с максимально дальним погашением. Вот Боинг 1950 года. Прекрасно. Наше предположение было верным. Инфляционные ожидания не такие большие. И тут же мы что видим? Мы видим очень интересный момент. Большие деньги пошли на этот самый рынок. Внезапно облигации, которые стоили примерно 100-105%, взлетели почти до 120. То есть, что это значит? Человек, который купил эти облигации, заработал практически 20% за неделю-другую и плюс купоны. Облигации бывают разные. Бывают облигации купонные, бывают бескупонные, бывают облигации привязанные к чему-то, бывают непривязанные. Друзья, в действительности это огромный мир. Есть флоутеры, есть нефлоутеры, есть облигации с переменным купоном. Короче говоря, это очень интересный мир, и если ты постигаешь его законы, то начинаешь зарабатывать деньги, потому что делаешь очень осмысленные вещи. Вот и задача нашего марафона сделать так, чтобы вы делали осмысленные, понятные для себя вещи, делали точные, понятные расчеты и пользовались знаниями. И самое еще раз главное, хочу еще раз подчеркнуть, все эти знания почерпнуты не из книг, не, ну понятное дело, что все мы учились и учились достаточно долго. В конце концов, ваш покорный слуга профессор, как-никак. Но самые главные знания, они получаются из жизни, из тех шишек, которые все мы в практике рынка набиваем. Вот хотелось бы, чтобы наши шишки не были бы у вас, чтобы вы пользовались нашими знаниями, и ваша дорога к инвестициям была более легкой. Удачи, друзья! Мы ждем вас на нашем марафоне. Думаю, вам понравится. Спасибо!